Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами городского телевидения. В студии для вас работает диктор Дмитрий Полячук и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня выпуски. Мэр Олег Боровский и епископ Олекси рассказали журналистам о строительстве в городе Кафедрального собора. Во время ремонта в одной из квартир жилого дома произошел взрыв. Жители микрорайона Молодежный и поселка Промбаза приглашаются на бесплатное медицинское обследование. Александр Галыга пригласил друзей на творческий вечер. А теперь об этих и других событиях более подробно. 1 ноября в администрации Саянска состоялась совместная пресс-конференция мэра города Олега Валерьевича Боровского и епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия по вопросам строительства в Саянске Кафедрального собора. Подробности далее. 18 ноября в Саянске было освещено место строительства Кафедрального собора. Событие, к которому сразу же обозначалось двойственное отношение горожан. От восторга до полного неприятия. Негативные отзывы о возведении в Саянске нового православного объекта послушали поводом для проведения совместной пресс-конференции мэра города Олега Валерьевича Боровского и епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия, которая состоялась в минувшей неделе в администрации города. Сразу скажу, что решение о строительстве САПРО принималось при другой власти, но я всесторонне это поддерживаю, я сторонник этого строительства и вижу в этом только положительное для города. Олег Боровский также пояснил вопросы по процедуре предоставления земельного участка и согласования проекта, в частности отметив, что строительство собора на выделенном участке не противоречит правилам землепользования и застройки, утвержденных решением городской думы в 2010 году. «Хочу сказать, что по плану, утвержденному в 80-м году, на этом месте должен был строиться кинотеатр. Ну, вы сами понимаете, 80-й год это был давно, все это время прошло, и кинотеатр в городе на сегодня, я так думаю, не актуален у нас». Епископ Алексий представил журналистам проект кафедрального собора, который спроектирован в стиле старинных московских храмов по образцам русского храмового зодчества середины 17 века. В архитектурном отношении храм должен стать украшением города. «Мы стремимся к тому, чтобы это в архитектурном плане, в функциональном плане был храм красивый, украшением города стал этот храм, и люди могли приходить туда не только молиться, но и в достаточно комфортных условиях могли совершаться и такие таинства, как крещение, и духовно-образовательный процесс должен вестись для всех групп населения, и для этого также в проекте предусматривается вспомогательное помещение». Собор будет иметь два предела – главный в честь святителя Иннокентия митрополита Московского и южный в честь преподобного Сергия Радонежского. В нижней части собора планируется расположить крестильный храм, актовый зал, классы воскресной школы, библиотеку и другие помещения. Вокруг собора раскинется благоустроенная парковая зона с детской площадкой, которая будет открыта для всех жителей города. Более подробно о строительстве кафедрального собора в Саянске мы расскажем 1 декабря в программе «Актуальное интервью». А мы продолжаем. На градообразующем предприятии Саянска проходит обучение иностранной специалисты. Подробности далее. «Чисто, порядочно, очень организованно, все точно работает. Даже вот именно когда сказали вот запуск или там определенные моменты вот именно за день уже точно говорят, когда вот именно сказали в половину, сделано было в половину часа». Молодой специалист немецкой компании ЦАЦ побывал на многих промышленных объектах зарубежья и России в Перми, Березняках, Церегорске, Москве. На данный момент в столице идет строительство завода. О коллективе Саянс-Химпласта и стиле работы предприятия впечатления самые положительные, делится Сергей Браун. Группа специалистов компании ЦАЦ в количестве 11 человек прибыли на завод 24 числа, 28 ноября их пребывание в Саянске уже заканчивается. Основная задача иностранной группы – обучение в сфере эксплуатации промышленного оборудования. «Ваши специалисты нам дают очень хорошие советы, каким образом можно было бы улучшить сам процесс, что можно было бы лучше сделать, что вот именно важнее, где может быть неправильно вот именно, или как можно было бы лучше сделать это. С точки зрения, мы знаем этот проект прекрасно, потому что мы сами этот завод строим, вот именно такого же типа или похожего. И с точки зрения, как проектанта, мы здесь многому учимся, вот именно улучшить свою же собственную работу». Акционерное общество «Сайенс Химпласт» ведет тесное сотрудничество с немецкими коллегами. В частности, специалисты ЦАЦ вместе работали по запуску и наладке оборудования в рамках реализации ряда значимых проектов предприятия. Однако с целью обучения немцы приезжают на завод впервые. «Люди, скажем, которые будут заниматься пуском производства от компании ЦАЦ. До этого нам приезжали непосредственно те люди, которые будут эксплуатировать данное предприятие. Я говорю в частности о компании «Беларусь Калий». Это о МОЗ «Водоканал». Тоже они прошли у нас обучение. И здесь то же самое со специалистами ЦАЦ. То есть мы обсуждаем моменты, какие у нас были, с чем мы столкнулись, с чем, скажем, может быть, столкнутся они, значит, родственные предприятия, и куда, в принципе, нужно обратить внимание, чтобы избежать некоторых неприятных моментов. Потому как получается, что во многом оборудование схожее, то есть материалы трубопроводов схожие, значит, арматуры, клапана. Взаимообмен опытом, расширение кругозора в сфере работы других промышленных предприятий, сотрудничество со специалистами ЦАЦ для нас также весьма полезно и значимо, отмечают работники СНС-химпласта. В ходе ремонтных работ в одном из домов микрорайона «Юбилейный» произошел взрыв газа, а пострадал один человек. В дежурную часть МЧС поступило сообщение от жителей одного из домов микрорайона «Юбилейный». Звонивший мужчина рассказал о том, что с кровли пятого этажа идет сильный дым. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что горения не было в одной из квартир, но произошло происшествие, то есть произошел взрыв пропановского баллона в ванной комнате. И в результате была разрушена стена между квартирами. Находившийся в квартире молодой человек в результате взрыва получил термический ожог и был госпитализирован в приемное отделение городской больницы. В ходе проведенной проверки дознаватели МЧС выяснили следующее. Одна из основных причин произошедшего пожара – это нарушение правил эксплуатации пропановского баллона. Что конкретно и как, будет установлено позже. Известно, что жители соседних квартир не пострадали. Мужчине, находившемуся в квартире на момент взрыва газа, была оказана медицинская помощь. И сейчас его жизнь находится вне опасности. В предстоящую субботу жители микрорайона Молодежная и поселка Промбаза приглашаются на бесплатное флюорографические обследования. 29 ноября жители микрорайона Молодежная и ВСО и поселка Промбаза приглашаются на бесплатное флюорографическое обследование. Вызвано это тем, что жители, проживающие на территории этих районов, относятся к отдаленным территориально от поликлиники и у них минимальная доступность к нашему лечебному учреждению. Многие жители к нам обращаются с таким вопросом, потому что неудобно добираться или далеко добираться. Неудобство некоторых не устраивает режим работы кабинета. Выездной флюорограф саянским специалистом предоставлен лечебным учреждением поселка Золари. Флюорографическое обследование позволяет выявить такое социально значимое заболевание, как туберкулез на ранних стадиях и своевременно приступить к лечению, напоминают специалисты. Хочу высказать надежду, что многие жители вообще у города Саянска откликнутся на такое предложение, то есть у них появится возможность провести данное диагностическое исследование. На площадке поселка Промбаза обследования будут проводиться с 9 до 11 часов утра. Жители микрорайона Молодежный приглашаются на флюорографические осмотры с 11.30 до 16 часов. Состоялась встреча соянских представителей малого и среднего бизнеса с уполномоченным по защите прав предпринимателей Алексеем Москаленко. Успешное становление малого и среднего бизнеса в регионе гарантирует развитие и процветание территории. Однако нередко предприниматели сталкиваются со многими проблемами, решить которые непросто. В минувшую среду в здании администрации состоялось заседание общественного координационного совета в сфере малого и среднего предпринимательства, на котором был представлен проект развития института уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области. О работе, которая осуществляется в интересах защиты прав и законных интересов предпринимателей и в целях успешной деятельности бизнеса общества, рассказал бизнес-омбудсмен Алексей Москаленко. Мы начали назначать общественных представителей на территориях муниципальных образований. Мы точно так же хотим, чтобы мы получили предложение от вашего совета к кандидатуру на общественных представителей. На сегодняшний день созданы три рабочие группы по различным проблемным вопросам. Транспортные перевозки, реклама, вопросы, касающиеся проблем в сфере налогообложения. На сегодняшний день неплохой результат. Мы в июле месяце провели первое заседание рабочей группы по проекту закона по налогу на имущество от кадастровой стоимости. Вы, наверное, все слышали. Многие ждут его принятия в этом году. Но должен вас разочаровать в кавычках. В этом году в Иркутской области этот закон приниматься не будет. Вот. Это результат нашей рабочей группы. Число обращений и жалоб от представителей малого и среднего бизнеса увеличивается с каждым днем, отмечает специалист. К работе по решению проблемных вопросов также привлекаются адвокаты и юристы. Лидируют такие проблемные темы, как земельно-имущественные отношения, транспортные перевозки, лицензирование торговой продукции. Общественные приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей действуют в Иркутске, Ангарске и Братске. Планируется, что в будущем такие организации будут открыты в каждом муниципальном образовании. С наступлением зимнего периода понижается температура, снег покрывает все дороги и на проезжей части образуется снежный накат, что и является причиной возникновения гололеда и увеличения в это время количества ДТП с участием пешеходов. С наступлением холодов у водителей пешеходов возникают сложности, связанные с передвижением, так как не все водители успевают подготовиться и привыкнуть к управлению автотранспортом в данных погодных условиях. По статистике, в первое время гололеда случается наибольшее число происшествий, чем в последующий период, и совершаются они в основном по вине водителей автотранспорта. В городе Саянске в течение недели было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Первое. Было зарегистрировано на улице Советская в районе дома 27 микрорайона Юбилейный. ДТП произошло на пешеходном переходе. Второе. На улице Советская в районе магазина «Скиф» девочка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате на нее был совершен наезд. И третье. ДТП было зарегистрировано в понедельник. Пешеход не убедился в безопасности, пересекал проезжую часть, в результате чего на него был совершен наезд на проспекте Ленинградский в районе автозаправочной станции «Крайснефть». Печальнее всего то, что многие автовладельцы, сбившие пешеходов на переходе, вероятнее всего, пытаясь избежать ответственности, покидают место происшествия, оставив сбитого пешехода на месте аварии. Автоинспекторы утверждают, что подобного рода нарушения в городе совершает каждый третий водитель. К счастью, в последних зарегистрированных ДТП никто серьезно не пострадал. Во всех случаях пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях были госпитализированы в Саянскую городскую больницу, где им была оказана помощь, и сейчас они находятся на лечении. Водители после ДТП были проверены на предмет наличия алкоголя в крови. Установлено, что все водители находились в трезвом состоянии. По данным ДТП проводится проверка. Главными причинами таких ДТП явились неправильный выбор скорости движения транспортных средств несоблюдения безопасной дистанции. Привыкнув к управлению транспортом в летних условиях, в большинстве своем водители забывают, что во время гололеда нужно быть более внимательными и осторожными как во время движения, так и при остановке транспортного средства. Специалисты Пенсионного фонда приглашают работодателей к участию в конкурсе на лучшего страхователя. Пенсионный фонд Российской Федерации объявляет в начале пятого ежегодного всероссийского конкурса «Лучшие страхователи года по обязательному пенсионному страхованию-2014». Участники конкурса – страхователи, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Условия участия содержат несколько обязательных критериев. Своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда. Второе – в срок и без ошибок представлять отчетность в территориальные органы Пенсионного фонда. И третье – в адрес работодателей не должно быть зафиксировано жалоб застрахованных лиц о нарушении пенсионного законодательства. Во всех субъектах Российской Федерации будут определены победители конкурса в четырех категориях. Работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, от 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. Условия конкурса очень хорошие, не нужно никаких дополнительных усилий прилагать, нужно только исполнять закон, и ты уже можешь стать номинантом этого конкурса. Лучшие страхователи 2014 года будут награждены почетными дипломами. Итоги конкурса будут подведены в мае 2015 года. Раз в месяц воспитанники Саянского детского дома-интерната выезжают с концертной программой в населенные пункты Зиминского и Куйтунского районов. Это, по словам педагогов, итог той огромной работы по художественному воспитанию, которая проводится в течение года с ребятишками с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечают педагоги-организаторы Саянского детского дома-интерната, их ребята свободно ведут себя на сцене, поют и танцуют. И они делают все возможное, чтобы помочь детям раскрыть зачатки таланта и дать возможность почувствовать себя успешными. Практически раз в месяц в рамках проекта программы «Радуга творчества» воспитанники интерната выезжают с концертными номерами в различные населенные пункты Зиминского и Куйтунского районов. Ребятам очень нравится ездить с концертами, представлять себя. Им очень нравится, когда много народу посещают, много людей сидят в зрительном зале, когда аплодируют, когда аплодируют все время во время номера. И люди очень благодарны. Они очень теплые слова пишут в нашей книге отзывов. Ребятишки уже настолько привычны к этому процессу, что каждый раз нас уже спрашивают, когда мы вновь поедем и куда мы еще поедем. Программа состоит из сольно-музыкальных и танцевальных композиций. Кстати, первый концертный конкурс был организован и успешно проведен год назад на базе детского здоровительного лагеря «Окинец» в селе Новолетники Зиминского района. Именно тогда было принято решение для проведения концертной деятельности воспитанников дома-интерната. По признанию педагогов, не только зрители, но и сами ребята с нетерпением ждут встречи со зрителями. К примеру, Кристина Никитина уже всерьез подумывает об артистической карьере. Она не только хорошо танцует, но и поет. Я на концерте пела и танцевала, и очень хорошо, мне нравились, когда аплодировали все потом, и я хочу стать артисткой. Сами жители сельской местности, а именно там ребята демонстрируют свои творческие способности, по окончанию концерта выражают особую признательность сотрудникам дома-интерната, его музыкальным и художественным руководителям, которые своим кропотливым трудом помогают детям раскрыть способности и ждут новых встреч с юными артистами. 20 ноября в Центральной библиотеке Саянска прошла творческая встреча читателей с поэтом и автором песен Александром Галыгой. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Не формат. Так, пожалуй, можно назвать творческий вечер Александра Галыги, который на днях прошел в читальном зале Саянской городской библиотеки. Не просто встреча друзей, поэтов, единомышленников, хотя и это тоже, а вечер размышлений, раздумий, разговора о поэзии. Приятно отметить, что вроде как сдвиг пошел, то есть поэзия, потребность на нее стала расти, чего я бы не сказал о прошедшем десятке лет. То есть последние 10 лет интерес к поэзии падал. Саянец Александр Галыга, который стал писать стихи в шестом классе, а сейчас уже автор восьми книг, считает себя поэтом-любителем, но вот читателем-профессионалом, потому что очень любит и умеет читать стихи. Самые любимые из них прозвучали в этот день для собравшихся в зале. Так же, как и основное увлечение сегодняшнего момента творческой жизни – песни. Стихи и музыка, и голос. Ну, говорят, что стопроцентный бард, плюс еще гитара своя. Но как-то это все громко звучит, и когда меня первый раз назвали бард, я даже содрогнулся, что неужели и до этого дожил. Но и тем не менее такое происходит. Сейчас я работаю над шуточной песней, потому что она интересна, она восприимчива, она несет заряд позитива, бодрости, энергии в пространство. А по моему взгляду поэзия – это пространство, наполненное умными вещами. Заполнить умными вещами – пустующее пространство. Вот главное назначение поэта и барда, считает Александр Галыга. И по мере возможностей эту задачу он выполняет. Во Дворце культуры юность прошел традиционный исторический бал старшеклассников. На этот раз бал проходил под названием «О великолепный XIX век». В Саянске уже стало доброй традицией в последний месяц осени проводить во Дворце культуры юность исторический бал, в котором принимают участие старшеклассники всех городских школ. В этом году такой бал стал третьим по счету, и мероприятие это с каждым годом становится все более популярным. Кстати, парадокс. На сегодня у детей нет дискотек. Вот такого рвения к дискотекам нет. А вот на бал они идут с удовольствием. На этот раз бал проходил под названием «О великолепный XIX век». Эта эпоха в истории России была ознаменована такими событиями, как Отечественная война 1812 года, восстание декабристов на Сенатской площади, Крымская война, отмена крепостного права в 1861 году. В XIX веке переворот в геометрии произвели исследование Лобачевского, в медицине Пирогова. В это время творили в литературе Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, в музыке Глинка, Мусоргский, Чайковский, в живописи Кипринский, Брюлов, Айвазовский. Вместе с Англией и Францией Россия при императоре Александре I была одной из крупнейших европейских держав. Это был поистине золотой век нашей страны. Каждая Сенская школа представляла на балу определенное светское общество. Гимназисты, выпускников Царско-Сельского лицея и выпускниц Института благородных девиц. Ученики второй школы, воспитанников Иркутской мужской гимназии, Русское собрание и воспитанниц Девичьего института. Учащиеся третьей школы представляли актеров знаменитого театра Шаховского. Школа номер четыре представила плеяду знаменитых художников и писателей того времени. Ученики школы номер пять стали литературными героями Пушкина, а учащиеся шестой школы участниками Союза благоденствия. Трагическая судьба декабристов и их жен стала легендой XIX века. На балу были соблюдены все светские тонкости. Игра фанты, церемония приглашения на танец, почтовые послания, исполнение романсов, язык жестов и вееров. Ребята танцевали мазурку, полонес, катильон и, конечно, вальс. Старшеклассники школ города, юноши в мундирах и фраках, девушки с открытыми плечами, в платьях, с корсажами и кринолинами выглядели вполне естественно. Облик диктовал поведение одноклассники и одноклассницы, вели себя учтиво и вежливо, держались с большим достоинством и были просто очень красивы. С 12 по 14 декабря пройдет областная спартакиада пенсионеров Иркутской области. Насколько готовы саянцы к столь серьезным соревнованиям, об этом в следующем сюжете. Пингвины, мамонты и неутомимые. С пионерским задором участники команд далеко не пионерского возраста. 27 ноября приняли участие в спортивно-развлекательной программе, организованной для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья сотрудниками спортивно-здоровительного учреждения «Мегаполис спорт». У нас в Иркутске немало людей, которые любят спорт, занимаются спортом, физической культурой, на свежем воздухе, в организационных залах, в спортивных залах. Поэтому эта работа, конечно, ведется, она очень развита. Группы здоровья занимаются финской ходьбой, занимаются гимнастикой в социальном комплексе, в комплексном услуживании ведут гимнастику там девочки. Поэтому наша задача объединить всех. Более стесоянцев пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья занимаются в настоящий момент в группах здоровья с превеликим удовольствием. 30 из них приняли участие в веселых стартах. Большинство же оставшихся пришли поболеть за своих друзей, поддержать их бодрыми приветствиями и аплодисментами. Я 6 лет занимаюсь в группе здоровья в 17-м доме. Очень довольна. Два раза в неделю занимаемся. Занимается у нас психолог, трудотерапия. Что дают вам эти занятия? Бодрость и продление жизни. Эти соревнования, поясняют специалисты спортивно-оздоровительного учреждения «Мегаполис Спорт», являются своеобразным отбором для участия в более серьезных спортивных испытаниях. 12 по 14 декабря в регионе пройдет областная спартакиада пенсионеров Иркутской области. От Саянска, конечно же, поедет группа, которая примет участие. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать эту группу, выбрать самых лучших, самых подготовленных из всех занимающихся. И они примут участие в областной спартакиаде пенсионеров. Эта спартакиада проводится союзом пенсионеров и союзом ветеранов областными союзами. А в январе в Саянске стартует городская спартакиада для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья, которая будет проходить в течение нескольких месяцев. На этом информационный выпуск завершен. Я же с вами прощаюсь с пожеланиями доброго вечера, всего доброго, берегите себя, а самое главное, будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин